В целом, всех хочу с победой поздравить, всех болельщиков, ребят. Хороший старт второго круга. Первый тайм вообще великолепный был. Второй, конечно, всегда тяжело выходить, настраивать ребят, когда ведешь 3-0. В результате вы все видели, что пропустили два мяча, нервная концовка. Ну, хорошо, четвертый забили, немножко успокоились. А так, считаю, что когда ведешь 3-0, надо просто более уверенно контролировать мяч и уже спокойно дожимать соперника. Как готовились вообще к сегодняшней встрече? Разбирали соперника, на каком-то делом конкретном центре? Ну, мы понимали, что команда с амбициями, команда серьезная, на втором месте. Ну, я еще раз говорю, начало второго круга, состав изменился, у Сапи был монолит, поэтому видео нигде нет, ничего нет, поэтому тяжело было. Как бы мы слепую играли, то есть больше надеялись на свою игру. Виктор Леонидович, интересно, как вы удается сохранять Богдана Кузьменко, игрок достаточно качественного уровня, играл у нас. Как вы можете его удержать у вас, почему он не приходит никуда? Тяжело мне ответить. Почему вы его не удержали? Мы не удержали в связи с тем, что шли в сторону молодых игроков. Сейчас на два вратаря молодых, чтобы мы могли расширить свою заявку, а на поле, именно игровые, нам нужно было более взрослых. Поэтому нам пришлось рассказать Богдан. Богдан продлевает контракт, играет в нашей команде. Я думаю, если бы более лучшие варианты были, я думаю, после завершения контракта пошел бы в другую команду. А еще мы знаем, что вы добирались на автобусе. Насколько вот тяжела была дорога и как игроки сегодня себя чувствовали? Дорога один с половиной часов, мы ехали на автобусе, вечером немножко встряхнулись, легкая тренировка была. Ну и готовились. Мы много игр, как бы, мы далеко располагаемся, поэтому у нас Подмосковье, Москва, 10-11 часов уходит. Вы далеко располагаетесь, но ваш спа-цектор сегодня не был пустым. Они всегда с вами? Да, наши болельщики почти на каждую игру приходят. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.